Всем привет! И у нас сегодня мастер-клад по запуску воздушного шара. Ну, поехали! Сейчас мы находимся на территории института, университета. На заднем дворе привезли из Ташкента воздушный шар. И он готовится сейчас к запуску. Мы познакомились с мастером по запуску воздушных шаров. Его зовут Тахир. Сейчас мы узнаем по отчеству. Здравствуйте, Полина! Рад видеть Тахир! Взаимно, очень приятно. А как у вас Тахир или по отчеству можно как-то? Можно в Тахираке. В Тахираке. Все. Вот Салиев Тахир Нурматович. Сегодня нам будете рассказывать, как запускать? Ну, в общем-то, да. Значит, сегодня у нас такое интересное мероприятие. Институт туризма, который открылся недавно в самом городе Самарканде. Университет туризма. Да. И вот он, сегодня происходит выпуск магистров. Первый выпуск магистров университета туризма в Узбекистане. И им будут... Вручать. Да. Мантии там и т.д. и т.п. И в честь этого нас попросили поднять воздушный шар. Вот видите, он, в принципе, картина небольшая, но площадь всего шара достаточно такая. А какая площадь? Ну, скажем так, в раздутом состоянии составляет две восемьсот кубических метров. Метров, да. Да. То есть, куда можно... Ну, много чего напихать. Ну, да, конечно. Ну, во-первых... Могочим делали, да? Да. Во-первых, здесь у нас традиционный Вилкам Узбекистан. Ага. Наш... Брендировали, да? Брендировали, да. И с задней стороны вы увидите бренд университета туризма. Ага. Я думаю, вам будет это интересно. Да, конечно. Потому что воздушный шар традиционно все видят, ну, уже либо летящим, либо поднятым состоянием. На самом деле это очень интересно. Сама процедура. Как вот из этого мешка. Да. Получается красивое и суперское зрелище. Так что сейчас мы где-то через полчасика начнем. Начнем. Ветер стихнет. Хорошо. И мы начнем всю эту процедуру. Подготовку. Подготовку вы увидите, как это интересно. Да, а пока расскажите, что здесь есть. Значит, вот корзина, собственно, она сейчас лежит на боку. Да. Вот то, что перед вами, это горелка. Ага. Это специальная горелка, которая, когда вы зажигаете газ, выпускает пламя на высоту где-то на уровне 10 метров. Ага. Да, потому что вот этот огромный объем нам надо согреть. Горячий воздух. Законы физики помните? Да. Горячий, теплый воздух поднимается вверх. Верно, да. И вот у нас задача, значит, вот этим горячим воздухом наполнить воздушный шар, чтобы он встал, набрал силу и полетел. У нас хорошая задумка. На 30-летие Узбекистана, на День независимости, 30 воздушных шаров. Ого. Да. И команды из России, Казахстана, Украины, Прибалтики готовятся приехать. Сюда ждут только отмашки. Вот мы сейчас решаем финансовый вопрос, если получится. Значит, две недели это будет фантастическое зрелище. В Асталыкский район, Ташкент, Джизак, Шахрисяб, Самарканд, Бухара и завершающий в Байсуне. Вы никогда не были на Байсуне? Не была ни разу. Красота там? Там удивительнейшая природа. Просто фантастическая природа. Там такие горы, такие, знаете, каньоны. А это как? Сколько от Ташкента ехать? Байсун, сейчас я вам скажу. Это вы доезжаете до Термеза. Термеза еще на автобусе 150 километров. Да. Ну, там очень красиво. Там весной фантастическая, зимой там очень сложно, но тоже фантастическая. Так вот, там удивительные каньоны. Да. Которые не хуже, если не лучше, чем американские. Ну, не такие великие, как великий каньон, да? Как в Каппандокии, да, наверное, будет? Нет, в Каппандокии каньонов нету. Там небольшая горная местность такая. Ну да, не очень, да. Не очень, да. На самом деле, вы знаете, Каппандокии это просто показатель. Ну, таким же образом, да, будут шары и 20 там? 30 шаров это будут свободные полеты. Ага. То есть мы планируем взлететь, ну, допустим, в Парккенте. Ага, поняла. Взлететь и приземлиться возле института солнца, если ветер позволит. Да. То есть на высоте это будет где-то 800-900 метров. Да. И вот на этой высоте свободный полет приземляться планируем, например, возле института солнца. Да. Это мы сейчас розу ветров изучаем. В Самарканде мы планируем взлетать с Регистана. Да. С площади Регистан 30 шаров полетят и будем за пределами Самарканда где-то приземляться и эвакуироваться. Ну, это очень интересно. Это бомбичество. Раздуть горловину. Раздуть горловину для того, чтобы можно было работать Слаби. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прошло 30 лет и люди которые там первый раз это начали делать создали бренд там ежегодно точнее ежедневно вру ежедневно в Каппадокии утром взлетает 800 шаров Я думала штук 200, обалдеть! А вы были? Да, я был в Каппадокии Значит, 800 шаров каждое утро взлетает, причем это маленький считается А у них там в основном 20 местные здоровые такие огромные корзины, огромные сами шары И банальная арифметика 800 шаров каждое утро Одно место для полета стоит 200 евро Ну сейчас в связи с пандемией они уменьшили, конечно, но тем не менее 200 евро с человека Представьте себе, каждое утро бюджет Каппадокии только по воздушным шарам поступает порядка 3-4 миллионов евро Нашли себе, да Это не считая гостиниц, это не считая питания, это не считая сувениров То есть из депрессивного региона Каппадокия превратилась за 30 лет в фантастический бренд Куда все приходят и просто выпадают посадок Ну фотографии делают, да И самое интересное, что в Каппадокии вы не можете просто приехать Ой, хочу полетать, не получится Потому что надо записаться, зарегистрироваться Надо оплатить и т.д. и т.п. То есть как минимум за месяц вперед Мы всего 4 года работаем Да, 4, да, занимаясь этим? Мы всего 4 года работаем, но мы достигли достаточно, скажем, хороших успехов с моей точки зрения Воздушный шар из чего-то необычного стал нормальным обычным явлением Вы не поверите, где-то порядка полмиллиона людей увидели живьем Да, 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 ну я согласна, я тоже так же первая Это сумасшедшее зрелище И надеюсь, найдутся скоро предприниматели, бизнесмены, для которых дойдет, что... Это деньги, да Духуана, конечно, это хорошо Да Но вкладывать в подобный бизнес, это очень круто и правильно И самое главное, эффективно Согласна Так что вот так Все Короткий экскурс Очень интересный экскурс Сегодня будем летать мы Он, получается, сегодня будет привязанный, да? Да, сегодня привязной подъем Потому что для свободных полетов нужна целый спектр разрешений Целый спектр заморочек определенных, да Огромный! Первая попытка не получилась, потому что ветер заворачивает Ага И мы пока делаем паузу Ну вот висит баннер Логотип Логотип, да А почему не получилось? Как вы это поняли? Ветер закручивает Ага Да Прямо стоять, чтобы горячий воздух туда накачать И мы не смогли, к сожалению Но сейчас, я думаю, в течение Вот эта ветровая пауза пройдет Да И мы сделаем Шар, конечно, огроменный Стоимость такого шара Качественного шара воздушного Около 30 тысяч долларов Это российское производство Есть, конечно, еще шары китайские Но они не совсем проходят сертификацию здесь, в Узбекистане И вот у нас попытка номер два Мы раздуваем воздушный шар И будем кататься Ребята, скажите, круто Это очень круто Я думаю, что он поднимется Давай Здесь все ждут Но ровно идет Идет ровно Ну, давай Ну, давай Поднимается Ребята, он поднимается Аккуратно Ну, пожалуйста Пожалуйста, давай С двух сторон логотипа Они прикрепляются на старт Ну, и все И шар надулся И сейчас мы будем кататься Кто уже катался на воздушном шаре? Пишите Ну, это надо выпечатлеть Вот Поднялся ровненько Уже Выше Выравнивается Но он огромный Он огромный Наш главный специалист Тахиро Кя По воздушным шарам Ну, как Удалось? Ну, да, удалось Мы пока поставили Шар Но еще поднимать не будем Потому что Ветер Да Да Вот сейчас ждем Когда пауза будет Чтобы потом Спокойно его поднять наверх Но пока ветер Не позволяет А вообще У вас есть катание На шаре Да На шаре Правильно Да Но имеется в виду Какое катание? Для посетителей Для посетителей есть Да Мы в Бильдерсайе Вот так На веревке поднимаем На тросах поднимаем На высоту до 100 метров Ну, здесь где-то 70 В Бильдерсайд Вот И Свободные полеты Пока еще нет Но мы планируем осенью А сколько вот подняться На шаре стоит? Корзина стоит полтора миллиона На четыре взрослых человека Да Мы обычно набираем Группы Три-четыре группы И только после этого Потому что это Дорогое удовольствие Да И чтобы было рентабельно Приходится вот так Три-четыре группы Пойдет делать И в горах поднимаем Да, да Все Сейчас пока я вас не рискую Приглашать в корзину Потому что Ветер, да Ветер, да И немножко опасно Хорошо, ну видно Да, да Супер Посмотрите, какой ветер В Самарканде Действительно очень сильный ветер И шар при таком ветре Не запускается обычно Ждут спокойный ветер Мы думали в пять часов Он закончится Но еще ветрено Чтобы начать летать И выровнять шар Нужен прям такой штиль Вот видите, он сразу вытягивается Чуть-чуть Ветер перестал дуть Шар сразу вытягивается наверх Здесь параллельно Мы запускаем воздушный шар И проходит награждение Первого потока Магистров Университета Выпускников Университета туризма Так, одним глазиком Посмотрим, как это все происходит Смотрите, какие тут ворота интересные Пошли-ка посмотрим Как все это выглядит А, здесь смотрите еще какая фото зона Ой, интересно Здорово Сделали такую форму Очень круто Университет Университет Вон ребята Получают Свои дипломы Я в свое время Тоже была в такой Мантии Но это действительно Очень-очень круто Фотографии делают Дрон летает Мероприятие серьезное Так все проходит И вот ребята идут Мантии Все, у меня два моих есть Да, спасибо Милиционер сказал, чтобы мне тоже диплом дали А у меня есть еще Два моих Красных Такие моменты вспоминаешь В твою жизнь Когда ты учился в институтах Это здорово Это Такой какой-то момент Когда ты получаешь свой первый диплом Потом второй диплом Это, конечно Такая взрослая жизнь Начинается После Так что учиться нужно Получать дипломы нужно Желательно красный И пусть они лежат на полочке Но если получается Еще и хорошо их использовать В будущем Это тоже отлично Так Итак, встаем Встаем сюда И вот такой вот я магистр Хорошо, смотри Ну, крутая штука на самом деле Очень Интересная Вот так вот Мы ждем еще вечерний регистан С лазерным шоу Хочу вам Все это Показать В выпуске Так что оставайтесь Главное Ставьте лайки И не забывайте подписываться Ребята Ребята, мы залетаем Полина Полина Иду Красиво как Так, Полин Добро пожаловать Ножки Ага А вы со мной? Нет, ты что Я Сейчас Витя чуть-чуть Успокойся Мы попробуем Поднять тебя Хорошо Но немножко страшно Ну, немножко А ты С такими мужиками Не должно быть страшно Очень классно Она такая специальная Вот здесь у нас Целая Целая гвардия Помощника Все с Ташкента Ребята, да? Да Вот так вот Ташкент рулит Да Ну, вроде Спокойно Ребята, да? Ташкент No Ребята, да? О, фигеть, ребята. Очень страшно, когда ветер. Ребята, это очень, когда ветер, это прям, прям вообще слов у меня нету, это страшно, но когда ветра нету, это, наверное, восхитительно, но когда ветер, это страшновато. У меня трясутся ноги, руки и все, что можно, короче, ух. Полин, ну я, конечно, сожалею, что пришлось испытать столько адреналина, обычно не так это делается, мы такой ветер не поднимаем, и в обычном режиме шар легко раздувается и легко поднимается. Но сегодня, учитывая, что ветер вот такие нам капризы выдает, мы уж решили показать, что шар это не только хорошее зрелище, но еще достаточно опасная и сложная процедура. Ребята, это вообще они такие сильные, они устали. Ну, конечно, устали, это работа, это тяжелая работа, так что зато мы тебя посвящаем. Спасибо, спасибо. Ты почувствовал первый драйв, и, ну смотри, ветер возобразил. Да, да, да. Ну, я надеюсь, что стихнет ветер, и мы все-таки поднимем. Вечером тоже очень красиво, очень красиво, но у нас время еще есть. Да. Так что ждем. До встречи. Спасибо огромное, большое-большое. Мы пришли на вечерний Регистан. Уже 9 часов вечера. Шоу тут особо не видно в связи с карантином лазерного. Но посмотрите, как красиво подсвечен Регистан. Жители сидят вот так вот, прям на ступеньках, гуляют. Пускают какие-то штуки в небо. Не знаю, что это такое, но какие-то огоньки. Вот, смотрите. Раз. Вот такие. Раз. И два. Таких много здесь. И вот так вот отдыхать с Марканд вечером. Очень уютно. Очень гостеприимно. Спокойно. И красиво. Такой вот он, Регистан вечером. Все достопримечательности, они подсвечены. И вечером имеют особую атмосферу. Атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Подписывайтесь на наш канал!